Загрузкой портовых мощностей Крыма в ближайшей перспективе может заняться Сирия. Именно сфера морских грузоперевозок сейчас является наиболее экономически перспективной в сотрудничестве двух республик. Об этом в рамках Ялтинского международного форума заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. В Ливазийском дворце в Ялте Россия впервые принимала столь многочисленную делегацию из Сирии. Более ста человек. Помимо проблем военного урегулирования, стороны обсудили экономическое развитие и восстановление страны. Министр экономики и внешней торговли Сирии заявил о приоритетных областях для инвестирования в своем государстве. Среди них тяжелая промышленность и нефтепереработка, производство пластмассовых изделий, лекарств, текстиля, бумаги, а также автомобильных запчастей. Причем, по словам министра, приоритет в первую очередь для российского бизнеса. Сирия открыта к сотрудничеству с дружественными странами. В Сирии существует определенная правовая база, которая регулирует отношения государства с частными компаниями, будь то внутренние резиденты или иностранные предприятия. Сейчас правительство активно работает над механизмом расширения преференций для компаний, которые будут участвовать в восстановлении Сирийской Республики. В свою очередь, крымские власти заявили о строительстве зернового хаба для прямых поставок продукции в Сирию. Также для нужд этой страны могут быть использованы два судостроительных завода, производство эмалированной посуды, сварочного оборудования, техники для железной дороги. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве на сумму в 62 миллиард рублей. Всего в рамках Ялтинского международного экономического форума участники подписали инвестсоглашение на сумму более 162 миллиардов рублей. Для Крыма здесь экономический прямой интерес, загрузка портовых мощностей, нашей инфраструктуры. Мы уже говорили, что Крым, как субъект Российской Федерации, сегодня находится к Сирии ближе всех. Поэтому есть возможности, это реальные планы, загрузить всю нашу портовую инфраструктуру. Мы это все уже проговорили предварительно и ожидаем, что результаты экономические будут. При этом надо оценивать еще и политический эффект форума, который в деньгах сложно посчитать. Но тем не менее, вы же видите, что появились реальные сторонники. Сформировался форум друзей Республики Крым. Сформировались уже группы журналистов, которые приезжают сюда, освещают события. Это иностранные журналисты. В этом году, по-моему, более 400, если не ошибаюсь, было. Для восстановления нормальной жизни Сирии сегодня остро нуждается в строительстве жилья. По оценкам экспертов, только первоначальный этап займет около 10 лет. Возводить квадратные метры с большой вероятностью будут несколько российских застройщиков. В их число впоследствии могут попасть и компании-выходцы из Башкортостана. Мы предложили сирийской стране ряд компаний-застройщиков, российских крупных, которые хотели бы поучаствовать в строительстве жилья на территории Сирии, потому что за 7 лет войны разрушено несколько десятков миллионов квадратных метров жилья. И сегодня миллион сирийцев находится в Турции, миллион сирийцев в Европе. Для того, чтобы они вернулись, конечно, нужно построить несколько десятков. Это значит, несколько лет как минимум уйдет только для минимального восстановления жилищного фонда. В работе Ялтинской конференции по восстановлению экономики Сирии, которая прошла на полях ЯМЭФ-2018, в целом приняли участие более 300 человек. Делегации из Сирии, более 100 представителей власти и бизнес-структур. Литеративный план 5600. Продолжение следует...